Всем привет! Начинаем с вами новый влог. Так, время у нас, по-моему, третий час. Мы с Танюшкой проводили. Ярка у меня спит в коляске. Я зашла, молоко взяла, к чаю конфеты взяла. Мы сегодня проснулись рано, и девчонки завели мы домашнее животное. Наконец-то я решилась. И не только я, Игорь, он очень рад вообще. Мы завели кролика. Сейчас я приду домой и познакомлю вас. Сразу же утром рано поехали к полудесятому. Вообще ехали за девочкой, он нас отговорили, и мы взяли мальчика. И этот мальчик, он такой более ручной, она сказала, и самый маленький. Он как бы большого размера не будет. Вот, беленький, красивый мальчик, спокойный. Мы до этого уже на Валбереса заказали ему практически все. Так, понемножку осталось, но самое главное, мы уже заказали. Я уже кушать приготовилась, мне винегрет делала. И Танюшка после школы сразу же приезжала посмотреть кролика. Ей было интересно. Сейчас посадили ее на автобус, зашли в магазин и идем домой. У нас, конечно, погода очень испортилась. До этого тепло было. Сейчас прям каждый день дожди, холодно. Возможно, я еще и легкую не так сильно тепло одела, потому что, мне кажется, с утра было и то и теплее, чем сейчас. Прям очень сейчас холодный ветер. И я думаю, здесь холодно. Надо будет скорее идти домой, потому что у меня сегодня сопли с утра были. Я боюсь, чтобы она заболела. Так, мне заводчица сказала, чтобы я накрыла клетку по бокам, чтобы ее не пугали посторонние шумы никакие, чтобы ей уютненько было. Точнее, ему. Мне все кажется, что это девочка, потому что за девочкой ехали. Вот такую вот клеточку взяли на Валберес. Мисочка тоже в такого же цвета с кроликом. Водичку. Там у нас наполнитель, сено. Я еще куплю сенник отдельно, который крепится, такой пластмассовый. Потом возьму туалет угловой. И еще, 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 еще что-то хотела. А, ножницы, чтобы подстригать. Да, зайчик мой. Мой сыночек. Лунтик назвали. Я хотела девочку и хотела назвать ее Луна. У нас Лерка просто обожает Лунтика смотреть. И мы только вышли, я в подъезде говорю, все, говорю, это Лунтик. И ему так идет это имя. Сладкий. У него, видите, на спинке маленькая. Ой, рыженькая, полосочка, не пугайся. Сладкий мой хороший. Я не стала вот этих штук много кидать, потому что, говорят, это тоже не очень хорошо. Ножки травмируют. И как бы везде эти какашки будут. И я какашки эти, горошинки, сразу собираю. Беру просто влажную салфетку. Ой, бумажную, сухую. И просто их собираю. Потому что, ну прям, они жесткие эти горошинки. И ничего не пачкается. Спокойненько убираю. И у него зато чисто. Просто я у многих смотрю прям, ну, видео я много смотрела на ютубе аж. Вот в этой штуке все. И все в какашках. Я так не хочу. Я лучше вот каждый день по несколько раз буду убирать. У меня много свободного времени. И у него будет чистенько. А это у него эти веточки ивы. Вот. Мне посоветовали. Я сорвала. Обдала кипяточком, да? Чтобы всех микробиков убить. Тоская отдыхает. Вот он сегодня бегался. Целый день бегал вне клетки. Вот, девчонки, я сегодня делала винегрет. Это я нашла рецепт советского винегрета из СССР. Из советской столовой. Такой классный. Прям у мамы капусту соленую взяла. Что у меня тут соленые огурчики. Короче, классно. Я рецепт выложу. Посмотрите, если что. Кому интересно будет. Мужу прям, ну, очень понравился винегрет. Так, здесь у нас наполнитель. Древесный наполнитель. Потому что с опилками кроликам нельзя. Вот. Потом сено здесь у нас. И у заводчицы мы сразу корм купили. Я не стала заказывать корм. Я говорю, дайте тот, который он всегда кушает. Вот. Я, кстати, овес посадила недавно. Вот. Там уже половина сходит. Будет потом кушать. У меня тут, видите, ноутбук сюда стоит. Кстати, Яндекс.Дзен. Сейчас лента рекомендаций наконец-то появилась. И мой канал прям очень хорошо начал расти. Потому что раньше по 10 человек прибавлялось. По 5 человек. Сейчас 20-30 человек в день. Я прям очень радуюсь. У меня посуда осталась. Сейчас надо будет домыть. Потому что мы ушли. Я все бросила в раковине. И надо как-то вот эту огромную банку съесть. Потому что у нас трехлитровые банки. В холодильник наш не помещаются. Надо будет половину сегодня съесть. А половину куда-нибудь в контейнер переложить. Еще придется убрать мои цветочки. Потому что он бегает. И иногда-иногда все равно подходит. Начинает нюхать. Я боюсь то, что он начнет грызть. И еще он сегодня тихонечко-тихонечко. Танюшка заметила. Вот здесь вот стенку уже начал грызть. Так что вообще глаз да глаз. За ним нужно. Да? Лунтик. Сладкий лунтик. Вообще никакого запаха нет. К заочице тоже приехала. У нее три вот такие вот клетки стоят в коридоре. С кроликами. Все вроде в какашках. Ну, как бы их много. Там их пятеро сидело в клетке. И вообще не пахнет. Вообще. Она говорит, месяц можно не менять. Ничего и пахнуть не будет. Но я буду мыть каждый день. Мы чистоплотные, да? Красавчик. Ты мой сладкий. Сладкий мой мальчик. Ой, Игорь вообще так рад. Прям не описать словами. Еще один пацан у нас. Всем доброе утро. Наш лунтик уже с самого утра гуляет по дому. Уже все, девчонки, привык. Он вчера так носился. Вот то же самое, что вот маленький котенок. Он играет что-то. Я не знаю, он прямо носится. Очень быстро. Из комнаты в комнату. Сейчас вот в детской обитает. Да? Лунтик. Красавчик. Лерка с ним немножко поиграл. Он сейчас кушает. Я в клеточке уже прибралась. Только-только прибралась, он уже написал, сходил. Вот. Так хорошо, когда нету вот этой штуки. Сейчас покажу. Мне нравится, когда все чисто. Видите? Я беру туалетную бумагу, протираю, и у него все чистенько. Да, дочь? Вчера кроватку ему делали, в контейнер наложили полотенчико, и он так всю ночь проспал, потому что ему как бы не очень, мне кажется, комфортно. Ну что? Доедай макароны. Давай, доедай. Молодец, кушай. Доешь, тогда еще сладкое получишь. Лунтик. Так, мне надо сейчас сушилку разобрать. Вчера все стирала. Цветочки мои отправили в детскую комнату, потому что он, ну, нюхает и пытается грызть. Так что пока они у меня здесь будут. Фикус еще раз отрезала. Здесь у меня Бенджамин стоит. Что-то, я не знаю, даст, не даст он у меня крышки. И вот не знаю, когда женское счастье пересаживать. Мне некуда пересаживать. Надо какие-то горшочки найти, либо стаканчики хотя бы на время. Вот. А, еще забыла показать. Вчера увидела, Замиокулькас наконец-то дал. Росточек. Вообще, в таком месте, главное еще, я прям не ожидала. Видимо, там где-то картошка, это сама клубень. Вот. Я прям счастлива. Я Замиокулькас обожаю. И тут, видите, овес прорастает у меня потихоньку уже. Раз, два, три. Три штучки за ночь. Там вот четвертая. На солнышко сейчас поставила, чтобы вода хорошо впиталась. Вот. У нас там за окошком газон обычно растет. Можно, конечно, там. Ну, не знаю. Все-таки домашней хочется. Я, конечно, в шоке над своим каналом. Я прям так радуюсь. У меня только вчера было 685. И за сутки 728 уже. Я, конечно, прямо радуюсь, радуюсь. Наверное, то, что появилось, это рекомендательная лента. И мой материал побольше начинают видеть людей, подписываются. Мне прям очень приятно, потому что я стараюсь делать красивый контент. Ну, такие вот картинки аккуратные. Потому что, ну, обычно тут ведутся, ну, уже люди в возрасте. И они не заморачиваются над контентом. Это, конечно, Дзен наоборот любит. То, что когда, ну, это не Инстаграм, не красивая картинка. Здесь как бы реальность он любит. Но все равно мне хочется, чтобы что-то по красоте было. Комментарии уже начинают все чаще писать. Так что, надеюсь, у меня все получится. И доход тоже начнет у меня расти. Ну, а влоги будут выходить. Вот 24 часа назад, это я вчера выпустила влог. И, может быть, уже сегодня 21-е. Либо, наверное, 23-го влог выпущу. Вот, чтобы подряд не было. У меня еще потому что рилсов очень много. Их тоже надо выкладывать. У меня в запасе много материала. Ничего не простаивает. Здесь у меня пока пальмочка и юка стоит. И мы шторы будем потом убирать. Яблочко хочешь? Ну, сейчас порежу. Мы же потом собираемся рулоны шторы покупать. Не знаю, конечно, когда. Думаю сначала на это окно, потому что оно самое солнечное. Дольше всего здесь солнце бывает. И вот закрывать наполовину, чтобы немножко шел свет. И я могла поставить свои цветы на окна. Потому что так у нас в зале очень солнечная сторона. И здесь всегда солнце. Они просто сгорают. Листья у меня начинают желтеть сильно. Ожоги появляются. Из-за этого, я думаю, надо покупать. И это будет вообще хорошо. Наконец-то убрать эти шторы. Тем более, сейчас кролик тоже что-то уголки начинает грызть. Ну, не грызть. Так, трогает, нюхает. Я боюсь все равно. И оставила, короче, из-под яиц. У меня вон там две коробочки. Здесь еще. Это на Пасху, когда мы к родителям поедем. Я поставлю сюда яички разных цветов. Вот это, наверное, отрежу. Либо не знаю, как сделать. И сюда гипсофилу куплю. Вот, надеюсь, у меня, конечно, я успею ее купить, чтобы красиво было. Вот так. Надо палочки уже выкинуть. Кстати, кролику давал, он не грызет. Надо что-то в магазине. Может, посоветуйте, что в магазине купить, чтобы он грыз? Зубки точил, потому что палочки его вообще не интересуют. Может, какая-то игрушка есть или еще что-то. Вот так вот. Так что будем заканчивать наш влог. У нас сегодня уже хорошая погода. Всю ночь, конечно, дождик был. Игорь, у меня уехал папе помогать. Скоро уже приедет. Мне вообще помидоры сегодня высаживать надо. Ну, посмотрим на погоду, как вообще будет. Если хорошая погода будет, может, сходим в теплицу. Хотя бы что-нибудь посеем из семян. А помидоры, может быть, на следующих выходных. Смотря, короче, какая погода будет, потому что я боюсь, что они у меня замерзнут. Иногда выходишь, и ужас, прям как холодно. Вот так вот. Так что пока-пока.